Добрый день, зовут меня Сергей, фамилия Гладкий. В общем, я вам расскажу планы на 2018 год по группе Украинской Светлой, по селекции именно в нашем регионе, в Петровском Запорожье. В наших планах организовать облетники, как сказал Денис Фадеев, на косе Азовского моря, на Беточной косе, а также попробовать острова, которые есть на Днепре. Это все планы, надо пробовать, потому что информации в книгах, в ресурсах заграничных их практически нет. Они говорят, это должна быть определенная изоляция, там 20 километров, но мы хотим попробовать то, что есть у нас, так сказать, наши ресурсы. Какие планы, что нужно, с чего начать? Нужно, так сказать, объединиться пчеловодам, у которых есть желание заниматься украинской степной. Сделать оценку на басеке, по своим челосиям, выбрать, оценить их, выбрать те семьи, на мнение челорода, если мы, по хокериям, относятся к украинской степной породе. Отобрать образцы в спирт или водку и отправить на морфологический анализ. На мой адрес я сам из Семельникова, там, ближайшие регионы могут отправить. И есть человек, который этим будет заниматься в любом рогу, фамилия Иванов Павла. И если по договоренности можно отправлять в отдел украинской степной, в Вадич, Григорь, Людмиле Николаевне. На основании этих анализов будем отбирать генетические группы, и эти группы будем пытаться, эдматок от этих групп, оплетывать на изоляционных облиниках. И, ну, уже Иван Михайлович уже говорил, дальнейшая система, ввод в программу, и будем работать, как работают генетики. Как-то так. А зачем вы отдельно, а не произведены? Это не отдельно, это все в системе. А почему на остров отдельно, и для Саяс, и есть остров? Нет, ну, потому что на острове за короткий период времени можно сделать сколько там? Два облета. Будет одна акцовская семья. У нас будет свои акцовские семьи. Ну, в планах есть, это все на будущее. Вы как понимаете, мы сейчас пытаемся делать самими силами. то, что, ну, возможно, самим сделать. Есть планы сделать резервуации этих, там, где будет разводиться чисто украинская порода. Но к этому надо идти. Я не думаю, что это мы сделаем завтра, послезавтра. Это планы на 10 лет. Да, конечно есть, да. Есть планы сделать, допустим, на местах станции конкурентального осеменения, где будет человек, который сможет искусственно осеменить матку, ну, ввести какую-то определенную сервису. В общем, какого заинтересовало это? Давайте вечером соберемся, обсудим эти вопросы на нашу дальнейшую работу. Есть еще вопросы? Телефон мой 063-78-76. 328. Всем спасибо.